Всем привет, с вами Надежда Чёрная и сегодня у нас Секрет Небес Реквием, и это второй сезон, первая серия. Но, я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, так что заглядывайте. Но не забывайте подписаться на мой ютуб-канал, в этом месяце ему ровно год. Также не забывайте пролайкать видео и написать что-то хорошее внизу. Но, а мы не будем тянуть, поехали! Ты уже знаешь, как меня зовут, да? Секрет Небес Реквием, глава 1, первые последствия Мне снится сон, беспокойный и тревожный. В нем я несусь вперед по бесконечной снежной пустоши. Лыжи снегохода скользят так легко, словно он ничего не весит. Кажется, меня что-то преследует. Оторваться никак не получается. Не выдержав напряжения, оборачиваюсь. За мной по битам стелится чёрный густой туман. В нем угадываются ужасающие очертания первородного, неописуемого зла. Оно кажется мне знакомым, таким же, какое заполнило собой подземелье под монастырё. Вдруг плечо касается чья-то рука? Лия. Анна? Я выкручиваю газ, но снегоход останавливается. Рука девушки поднимается и указывает на что-то за моей спиной. Становится не по себе. Пересиливая накатившую слабость, я поворачиваю голову. И Дмитрий. О, нет. Ну, давай же, Илья, открой глаза. Мои плечо трясут сильнее, и я просыпаюсь. Ну, наконец-то. Она снова была с собой, а рядом всё так же тянулась, успевшая надоесть. Железная дорога. Отряд сновал рядом. Но его члены накинули на себя белые плащи. Почему-то все перешёптывались, никто не говорил в полный голос. Значит, просто померещилась? Ты вовремя меня разбудила. Снилось что-то плохое. Я кивнула. Ты привиделась мне мёртвой, а Дмитрий заражённым. То ещё зрелище. Вы с Анной понемногу сближаетесь. А почему мы остановились? Сначала на день. Снегоход я почти укрыла. Только ты мешаешь. Дождавшись, пока я встану, Анна натянула на руль белый чехол, а затем дала мне такую же накидку. Чтоб их никто не увидел. Так зачем всё это? Посмотри на небо, видишь? Две чёрные точки. Я вгляделась. С трудом, но у меня получилось рассмотреть что-то отдалённое, напоминающее птиц. Это отродье. С камуфляжем у нас больше шансов пройти незамеченными. Прицепы, снегоходы и люди теперь сливались со снегом. Вероятно, стратегия была жизнеспособной. Осматривая место, где мы остановились, я невольно задержалась на темноте леса, в который исчезали железнодорожные пути. Когда мы проезжали там, дорога не казалась зловещей, но сейчас почему-то выглядела жутко. Словно темнота Родкого действительно следует за нами. И иногда мне кажется, что я ещё чувствую её. И вместе с ней безумие, что отравляет всё на своём пути. Грег, ещё один генератор вышел из строя. Ты шутишь? Так у нас вообще ни одного не останется. Она приподняла чехол на нашем снегоходе и посмотрела на индикатор заряда. Мой долго не протянет. Без энергии нам никуда. Грег сложил руки на груди. Вместе со званием, передаются и привычки, мы проехали три тысячи километров, а это ровно половина пути. Он достал из кармана часы с несколькими циферблатами. На это ушло 36 часов, включая все остановки на подзарядку. Слушайте, ну это ещё хорошо. Теперь у нас на восемь снегоходов всего шесть генераторов. И нет солнца, а значит и энергии. Тогда сбрасываем вещи, кто-то пересядет в прицепы, поедем на тех, что ещё работают. Может, всё же заедем в какой-нибудь город поблизости, обменяем вещи на энергию, быстрее доберёмся. Кира, это обсуждалось ещё несколько лет назад. Мы не доверяем первым встречным. Будто ты не знаешь, какими могут быть люди. Люди. И я просто смотрю на нашу героиню, которая буквально первостречная для них была. Что помешает горожанам просто забрать у нас всё силы и не дать чего взамен? Понадеемся на их порядочность? У голодных её нет. На нашей стороне бессмертны. Теперь даже в мелком городе может быть спецоружие. И ради богатого улова никто его не пожалеет. Как когда-то и сказал Ник, Ротков был спокойным местом. За его пределами тревога отряда ощущала сильнее. Многим из них было почти физически. Неприятно находиться на открытой территории. Их нервозность передаётся им не. У нас есть оружие, но они всё равно боятся. Значит, есть чего. Находиться в отряде безопасно, комфортно, утомительно. Ну, в целом, путешествия такие, как бы на дальняк, это утомительно. Поэтому... Давайте, наверное, может, утомительно. Хе-хе-хе-хе. Да ладно, ладно. Зато безопасно. Поэтому... Давайте выберем безопасно. Утомительно, но безопасно. Вот так вот. Мой ответ. Одно умея не добраться до... То, что... Не то, что до Ордена. А даже до другого города. Пока Грек размышляет вслух, я присела на чехол, натянувшийся под моим весом, и задумываясь о последних часах пути. Выехав из Роткова, мы направлялись на запад. Отряд хочет добраться до... Адама в самый короткий срок из возможных. У нас есть раненые, которым требуется срочная помощь. Двое из них пришли в себя, но один всё ещё страдает от лихорадки. Дмитрий без колебаний подставился под заражённого. Не так уж он плох. Я бросила взгляд на низкий прицеп, в котором лежал генерал. Такие были прикреплены к каждому снегоходу. Внутри находились генераторы и вещи. Мы сидели подвое, сменяли друг друга на подзарядках. Спали сидя. Приходилось пристёгивать себя ремнями к водителю, чтобы не упасть во сне. Мне... Все попадавшие... Все попадавшие города мы объезжали. Отряд не хотел быть замеченным. Ни отродьями, ни заражёнными, ни другими людьми. Ну, безопасной же. Лест рассказал, что сейчас они такие же враги, как и другие. В борьбе за ресурсы люди могут быть опаснее любых тварей. Снега вокруг становилось всё меньше. Ещё немного нам придётся искать другой способ передвижения. Я снова посмотрела небо. В нём луна почти не видна. Но прошлой ночью я заметила трещину на её поверхности. Отряд толком не обсудил произошедшее. Да и кто из них мог что-то сказать по этому поводу? Остаётся добраться до города. Возможно, там нам дадут ответ. Из леса вылетели два светлые фигуры. Две светлые фигуры. Ещё одна показалась позади, сильно отставая. Каин и Анхей приземлились рядом. Члены отряда тут же окружили бессмертных. Все ждали новостей. Что-то случилось? Есть небольшое поселение в километрах в ста отсюда. Нас заметить не должны. Все выдохнули. А с Пелионом что? Почему он идёт пешком? Ему пришлось прятать крылья, когда появились отродья. А Мотаном в мешок лететь не очень удобно. Каин подошёл ко мне и устало опустился рядом. Каин знает, что ты не будешь против его компании. Среди этих белых мантий тебя не разглядеть. После произошедшего падмонастырём мы заговорили впервые. Но как-то же ты меня нашёл. Просто увидел, что кто-то сидит отдельно от остальных. Спасибо. Я тихо усмехнулась его любопытному наблюдению. Дорога истощила нас. Даже Бессмертные были вымотаны бесконечными полётами. Анхея, Каин и Пелион почти не опускались на землю с момента выезда из Дородкова. Они облетели все территории вблизь железной дороги, вдоль которой мы двигались. Нам нельзя было привлекать внимание. Когда Бессмертные сообщали, что у дороги кто-то есть, мы немедленно сворачивали в лес, объезжая незнакомцев. Если у нас мало заряда, может просто срежем через лес? Убрав в карман куртки-часы, Грег достал скомканную карту. Разложив её на прицепе, как делал уже сотню раз до этого, он проверил наш маршрут. Помимо Грега, больше никто не хотел брать на себя ответственность за весь отряд. Это показывает его с лучшей стороны. Достойно. Ну и то и другое. Меня не сильно волнует, говорит о его немедленно обхабице. А, неуёмно. Показывает его с лучшей стороны. Его решения не всем придутся по вкусу, и он это понимает. Я думала, Грегу важнее быть на хорошем счету всего отряда, но это не так. Его характер куда сложнее, чем могло показаться. Дружеские отношения с Грегом улучшились. Ну и на том спасибо. Я повёл нас вдоль железной дороги. Не просто так. Благодаря путям мы точно знаем, где находимся и сколько осталось идти. Заражённых и отроди больше всего рядом с городами. Здесь шанс встретить их куда меньше. К тому же, тут расположены станции. Если повезёт, и они окажутся пустыми, мы сможем отдохнуть и послать сигнал. В Адам через приёмную. Нам нужно как-то связаться с базой. Без машин мы не доберёмся. Того снега, что есть сейчас, едва хватает для передвижения. А дальше станет только хуже. Типа, не думаю, что за ними кто-то пришлёт? Чё стоите? Отроди уже пролетели. Блин, он такой смешной в этом пакетике-накидке. Демон, только добравшийся до нас, указал на пасмурное небо. Все по местам. Не будем здесь задерживаться. Несколько снегоходов заглохло сразу после того, как мы тронулись путь. Их пришлось оттащить в лес и оставить там вместе с вещами. Несмотря на то, что машины Адама были в нескольких раз мощнее и больше обычных, перевозка нескольких пассажиров плохо сказывалась и на них. Из-за перегруза в прицепах мы рисковали потерять ещё несколько снегоходов. Но другого выбора не было. Это просто весь гардероб Анны. Не ломаются снегоходы. Ладно. Последняя подзарядка была два часа назад. А тогда оставшийся генератор и вышел из строя. Спасением для отряда стала старая заброшенная станция, до которой нам повезло добраться. И на том спасибо, как говорится. Остановившись неподалёку и накрыв снегоходы, мы затаились. А оставалось выяснить, пустует ли это место на самом деле. Отсюда видно, что... Так, проход обвалился. И, по всей видимости, давно. Есть запасной выход и проход через пункт обслуживания. Можно войти через них? Слушайте, я прям рада нового видеть. Я думала, всё, мы с ним обращались. Мы просто в прошлом обновлении были как лучшие подружки, когда готовили. Но до этого пребывавший в полуживом состоянии, наконец, подал голос. Лестер и ещё пара солдат осмотрели здание и затаились у входа. В руках Анны затрещала рация. Весь первый этаж под обломками. Внутрь не пробраться. Что будем делать? Пошлём бессмертных? А сама сходить не хочешь? Жареные кузни не хочешь вспомнилась? Там могут сидеть люди со спецоружием. Мы не договаривались быть вашими счетами ценой своих жизней. Спокойнее. Никто никого никуда не посылает. Анхия сморщила нос и презрительно посмотрела на Грэга. Кажется, Ангела раздражала то, что теперь ещё один человек вздумал её контролировать. Какие вообще есть гарантии, что ваш генерал очнётся? Теперь наша работа тоже в подвешенном состоянии. Этот вопрос интересует и меня. Вы, конечно, говорите, что ничего не изменится. Но верить людям на слово я не привык. Да ты по-изворотливее будешь. Решайте свои проблемы потом. Хайя нетерпеливо вздохнул и прошёл вперёд. Раз никто не хочет, я сам проникнул внутрь с крыши. Могу взять одного из вас с собой. Есть желающий не марать руки, а заржавевшую лестницу. Эти перерекания меня добивают. Может отправиться с Каэном на самый плохий... Не самый плохой вариант. Если что, просто улетим. Идеально. Я пойду. Как скажешь. Каэн нагнулся и лёгким движением поднял меня на руки. Грэг попытался нас остановить. Но нас не остановить. Ладно. Но ангел уже оторвался от земли. Овив шею Каэна руками, я посмотрела ему за спину. Отряд позади нас отдалялся. Грэг встретился со мной взглядом. В нём читалась решимость. Смешанность едва заметной. Горящая. Ох, ревность. Вот видите, какая грустная булочка. Почему-то Грэг не рад, что добровольцем вызвалась ты. Страшно после прошлого полёта. Ну а ты сам как думаешь? Да, не хотелось бы пожалеть о своём решении. И тем не менее, ты согласилась на второй раз. Жизнь ничему не учит. Убрав на опускное беспокойство, я хладно посмотрела на ангела. Забавный взгляд. Я просто пошутил. Каэн сжал меня сильнее и, хлопнув крыльями, взлетел выше. Мы поравнялись с верхними этажами станции. Поверью. В твоей жизни я дорожу даже больше, чем в своей. Вот это пора. Так что, не волнуйся. В этот раз, порывы ветра были мягче и приятнее. Ангел скользил по ним так плавно, что я почти не ощущала грязки. Воздух изменился. Просто стало теплее. Летом тебе будет ещё проще. Услышав от Каэна слова о будущем, я замялась. После неудачной попытки побега, я оставила мысли о том, что... Чтобы покинуть отряд. И только сейчас по-настоящему задумалась, как долго я буду с ними. Летом будет ли Каэн всё ещё рядом. Ангел аккуратно опустился на крышу станции. В ней лежал тонкий слоснега, чередовавшийся с тёмными проплешленными, оголевшими бетон. Разомкнув руки, я встала на ноги и поправила задравшуюся одежду. Взбив с люка замок, Каэн открыл дверцу и спрыгнул вниз. Подожди пару минут, я осмотрюсь. Вскоре он вернулся и, раскрыв руки, задрал голову. Прыгай. Потолки на станции были высокими, и если мой спутник снова решит исчезнуть, я переломаю обе ноги. Полагаться на случай ужасно. Тяжело вздохнув, я оттолкнулась и полетела вниз. Сильные руки обвелись вокруг моей талии, не давая упасть. Хватка ослабла, и я встала на пол. Несмотря на то, что совсем недавно Каэн нес меня на руках, это прикосновение отличалось. Его ладони легли на мои бедра и совсем незаметно скользнули чуть ниже. Подушечки пальцев пивались ткани, не давя, но сковывая, так что я не смогла бы выбраться из этой клетки по своему желанию. Лицо ангела оказалось слишком близко. Он смотрел прямо на меня, но его взгляд был отстраненным и изучающим. Будто бы он проверял свои ощущения или ставил их под вопрос. Почувствовав себя, как под микроскопом, я отвела взгляд в сторону и попыталась сбросить его руки. Я уже стою. Можешь отпускать? Каэн не шелохнулся, его глаза сильнее сузились. Кадек едва заметно поднялся. Как прикажешь. Он отстранился, а вслед за ним исчез и навязчивый, едва ощутимый туманно-мускусный аромат. Тишину вокруг разбавлял. Ввой ветра. Потолки на верхнем этаже оцарели из-за дождей и обвалились, заблокировав проход к лестнице. А войдем по трубам? Каэн ступил на ржавую поверхность и та предупреждающая заскрипела. Звук волной прошелся по тоннелю и заглох где-то в темноте. Дай-ка руку. Я протянула ладони и ступила вслед за ним на покореженное железо. Так мне тяжелее удерживать равновесие. Может отпустишь? Это не для удобства, а для твоей безопасности. Я помедлила с ответом. Моя безопасность и нахождение рядом Каэна были двумя почти противоречащими вещами. Трубы, напоминавшие большие воздуховоды, ненадежно прогибались под каждым нашим шагом. И из углов доносился монотонный стук капель. Иногда перед Каэном у меня возникала непонятная мне робость. И произошедшее накануне ее только подкрепило. Когда мы пытались выбраться из-под монастыря, ты преобразился, стал другим. Ангел молча шел дальше, не реагируя на мои слова. Вобрав в себя воздух, я продолжила. Я никогда не видела бессмертных в этой форме. Так вы выглядите обычно. Нет, обычно мы выглядим обычно. Ну, за редким исключением. Мне показалось, в тот момент ты отключился, перестал себя контролировать. Каэн остановился и обернулся ко мне. Не отпуская руки, а от него исходило легкое недоверие. С чего ты это взяла? Ты чуть не убил меня тогда? На долю секунды ангел оторопел, а после вновь нацепил ничего не выражающую маску. Да? И как же? Вокруг была одна лишь смерть. Никто не мог тебя остановить, а я подошла слишком близко. Тогда ты посмотрел на меня невидящими глазами и чуть не размажил мне голову. Ангел откинул меня ничего не выражавшим взглядом. На его лице не было ухмылки, сожаления или беспокойства. Понять, о чем он думал, в тот момент было совершенно невозможно. Он наглухо закрылся внутри себя. Все так же сухо, как он развернулся и аккуратно потянул меня за собой. Значит, хотела мне помочь? Мне казалось, ты вот-вот себя потеряешь. Твоя попытка не прошла бесследно. Ну, надеюсь. Есть кое-что, с чем мы косвенно столкнулись, когда сорвали ритуал. Оно проникает сюда, едва заметно, капли за каплей, становится сильнее. Меня это напрягает, но сейчас у нас есть куда. Большая причина для волнения. Какая кто-то есть? Кайн остановился и посмотрел на меня через плечо. Ты совсем не следишь за происходящими? Словно подтверждение его слов, подо мной провалилась труба. Я полетела вниз, но он крепче схватил мою руку и дернул на себя. Мы пришли. Нужно позвать остальных. Едва успев переварить происходящее, я поплелась к свету вслед за ангелом. Не предупредил, а дождался, пока я провалюсь. Одобряем, да? Отличное путешествие. Мини. Мини темы... Он просто мастерский. Вы первый раз касались друг друга так долго. Спустя несколько минут, почти весь отряд собрался в комнате, когда-то принадлежавший персонал станции. Такой бардак. Видно, что это место покидали спешки. Удивительно, что почти ничего не тронуто. Видимо, мародеры сюда еще не добрались. Почему же добрались? Посмотри в зеркало. Грег приобнял, но за плечи и ободряющий кивнул. Мы еще не осмотрели нижние этажи. Если тебе так противно рыться в ящиках, может сгоняешь туда? Давайте не ходить поодиночке. Один неприятный опыт у нас уже был. Но буркнул себе что-то под нос и направился следовать железные шкафчики. Я поищу радиостанцию. Ангел скрылся в проходе, ведущем на лестничную клетку. Не зная за что взяться, я начала осматривать полки и столы вместе с стальными. Охо-хо, вы только посмотрите на это. Заварная лапшичка. Охо-хо, этот едкий запах юности. Я узнаю из тысячи. Ну а в личных шкафчиках было что-то полезное? Может аптечка? Только барахло есть, кстати, чистые вещи. Может возьмем на бинты? Их и так там хватает. Но дай-ка я посмотрю, что тут. Форма и гражданская одежда. Ну-ка. Не спрашивай, она расправила пару вещей и приложила ко мне, прикидывая размер. Ножи одинаковые. Так, находка. Мужская форма. Шкафчик прикольный. Слушайте, мне первый вариант зашел прям. Вот это подойдет. Можем выбросить грязную одежду и оставить эту. Выйдя трубам и наспех переодевшись, я поправила волосы. Ой, ей идет. Мне кажется, в апокалипсисе вот надо либо носить короткую прическу, либо какие-нибудь косы. Слушайте, опять здесь просто вариант блондинистый прям офигенный. Миросвет тоже нечеток. Сумерки. Рассвет. Прям фильм вспомнила. Ну ладно, ладно, потрачусь, да. Ну, короче. Вернувшись в комнату, я обнаружила остальных. Новейшими на данной, которые держала в руках потрепанный блокнот. Что такое? Кто-то из персонала станции оставил записи. Тяжело разобрать почерк, но, кажется, увел наблюдение за тем, как происходит процесс заражения. Да у тебя праздник. Ну и что-то написано. Кера нервно замела пальцы. Я переглянулась с Анной и Грэгом. О ситуации с генералом мы так никому и не рассказали. Брав волосы за уши, Анна поправила очки и прочла нам все записи. А давайте. Автор записей нашел эту станцию вместе с братом, когда она уже пустовала. Тут на них напали несколько зараженных. Оставивших раны. Кое-как с ними удалось справиться. Однако ночью их нашло отродя. Брату удалось зацепить твой ножом. Но вскоре у него появились первые признаки заражения. Они решили закрыться в разных комнатах, разделенных стеклом. У каждого был пистолет на случай, если они начнут терять человечность. Окно между комнатами было здесь. Правда, сейчас от него осталась только дыра в стене. Через пару минут с момента изоляции брат автора полностью утратил над собой контроль. Он стал зараженным. Но автор все еще оставался человеком. Не желая выходить на свет в образе монстра, выживший продолжал сидеть в комнате, ожидая, когда его постигнет печальная участь. Однако у него не появилось признаков заражения даже спустя несколько часов. Он все-таки так, все так же пребывал в своем уме и изредка делал записи. В последней заметке он говорит, что с момента укуса прошло ровно два дня. Что это значит? Он стал зараженным? Не знаю, может просто решил выйти. Ему нужна была еда и лекарства. Так заражение работает выборочно. Кому-то везет, кому-то нет. Она запустила руку-волосы и зажмурилась, как ребенок, желающий скрыться от мира. Устала вздохнув, она выдавила из себя всего пару слов. Не знаю. Если автор этого дневника все же стал зараженным спустя два дня, то генералу осталось всего несколько часов. В лучшем случае рана на него не повлияет. В худшем тут и так все ясно. На лестнице послышались глухие шаги. В проеме показался Каин. Тут на этаже осталось то, что вы ищете. Радиостанция? Ангел кивнул. Тогда принесу генератор. Я с тобой. Вместе будет быстрее. Каин, сможешь облететь местность еще раз? Мне нужно будет дать базе точные координаты точек, где мы остановимся. Ангел скучающе кивнул, взяв рацию, он вышел. Заметив, что почти все члены отряда нашли себе дело, она повернулась к нам с Кирой и кисло улыбнулась. Этот манящий запах сведет меня с ума. Давайте найдем что-нибудь, в чем можно разогреть воду. Но тут я даже кулер вижу. Разрезал кулер. И там вот половину можно просто под лапшу для всех, знаете, такая большая чашка. Ха-ха-ха-ха. Настроение девушки менялось очень быстро. Ой, как крипово выглядит. Втроем мы встали перед полуобвалившейся лестницей, что вела на нижние этажи. Кто первый? Это хоррор? Ладно. Она сделала пару шагов назад, затем разбежалась и прыгнула на уцелевшие ступени. Кира последовала ее примеру, следом за ними оттолкнулась и я. Страх испарился, как только ноги вновь коснулись твердой поверхности. В реале такая атмосферка. Ну что за Индиана Джонс? Значит, не только книжки читала. Мы застыли на месте. Почему-то никто из нас не спешил идти дальше. Нижние пролеты лестницы скрывал полумрак. Мне захотелось вернуться, но я подавила подступивший страх. Так и начинаются, знаете, всякие ужастики. Где-то внизу послышались глухие удары. Мы затихли и прижались к стене так, словно иначе нас могли заметить. Разве вы не проверили все здание? На нижних этажах мы не были. Она покачала голову и, достав пистолет, приложила палец к губам. Мы миновали еще один прием. Но проход на этот раз завалило. Нужно было спускаться ниже. Удары повторились. Казалось, кто-то бьется о закрытой двери. Надеюсь, попасть внутрь. Тук-тук-тук. Идем. За стенами монотонно выл ветер. Недавно слышно, переступая по ступеням. Мы медленно подбирались к двери, ведущей в зал первого этажа. Звук шел оттуда. А там какая-нибудь створка там, окна и прочее, да? Как мы любим. Она направила пистолет на проход. Я встала позади нее. Кири оставалось только толкнуть дверь вперед и отскочить за стену. Давай. Дверь распахнулась. Нас встретили полупустые полки магазина. Осмелев, Кира вошла внутрь и осмотрелась по сторонам. Боже, это просто ветер шатает отвалившуюся лампу. Все в порядке, идите сюда. Мы выдохнули. Ой-ой. Кира! Она бросилась в поднявшиеся клубы пыли. Ты в порядке, видимо, это потолок полетел. Мне что-то попало в глаза. В пыли были какие-то мелкие насекомые. Фее. Девушка выругалась и ударила по стеллажу рукой. Несколько консервов упали и, прокатившись по полу, остановились у моих ног. Я подняла банку и осмотрелась. На некоторых полках все еще лежали пестрые упаковки. На глазах Анны попалась тележка. Девушка просияла и кинулась к ней. Встав за... так, на раму одной ногой, она подкатила ее к нам. Смотрите. Прямо как раньше. Давайте пробежимся по рядам. Пойди с Анной и Кирой. Пойди так. Просто с Анной. Но опять-таки, я все-таки не веду с Анной ветку. Поэтому я могу выбрать сразу двоих. Как помните, тогда с Грэгом был вариант. Поэтому... Да, давайте. А просто пройтись и собрать нужное мы не можем. Тележка все равно не мешает. Если что, вышвырнем ее в зараженного. Встав по обе стороны от Анны, мы пошли вглубь супермаркета. Колесики царапали холодную плитку, издавая неприятный скрипящий звук. Будем брать что-то отсюда. Я видела пару пачек хлопьев. Сначала нужно разобраться с тем, как мы вскипятим воду. Мы обогнули несколько рядов, но ничего полезного не нашли. Отчаявшись, она решила забраться на стеллаж и осмотреть весь зал сверху. Поможете? Боюсь, что он завалится. Мы с Кирей подперли полки, не давая им наклониться. Ну что, там есть что-нибудь? В дальнем углу стоит какая-то развалюха, а рядом коробки. Словно машину хотели загрузить, но кинули все как есть. Может проверим? Она оказалась права, в коробках лежали запечатанные рулоны, пищевой пленки, фольги и прочая утварь для выпекания. Ой, отлично сработались. Недалеко от просевшей машины Кира нашла порванный пакет с углями. Внутри осталось всего пара штук, но для нас этого должно было хватить. Собрав необходимое, мы вернулись. Неужели там из еды что-то вообще не было? Надо ползти дольфик. Вскоре почти все, кроме бессмертных, собрались в комнате персонала. Члены отряда сидели где придется, на столах, стульях, полу. Все помещение освещала одна единственная лампа. Ее света не хватало, углы полностью поглощала тьма. А от этого комната казалось больше, чем было днем. Проходи замаячил тусклый свет. Лестер и Нуа наконец вернулись. Все готово. Да ничего не готово, мы просто отправили координаты в пустоту. Нуа того, что база может потерять их потоки сообщений, так еще и перехватить нас теперь ничего не стоит. Нуа остынь. Не все станут возиться с расшифровкой. Послышалось шипение. Вода закипела и вылилась из банки на раскаленные угли. И кто там был следующий? Взяв по упаковке лапши, парни прошли в комнату и сели на крае стола. Обмотав горячую консервную банку куском ткани, Кира заварила им лапшу. Тут хоть пара калорий есть. Надеюсь, это сделано не из воздуха. Судя по запаху, точно нет. Она топила так в жестянке снег и кидала в воду небольшой кусок обеззараживающей таблетки. Потом банку ставили на угли и ждали пока идут пузыри. Заваривали лапшу, каждому по очереди. Мне тоже нужно поесть, правда тут слишком шумно. Так что хочется уйти куда-то подальше. Ммм, так. Но лишним будет... Не лишним будет послушать чужие разговоры. Ммм, это мы любим. В лучшую еду. Давайте... Да, послушаем. Обычно в беседах у костра люди становятся очень откровенными. Выйдя из тени, я присоединена к остальным и тоже взяла упаковку. Ну да, чё такого, слушайте. Оглянулась по сторонам, пытаясь найти свободное место поближе к отряду. Лия, иди сюда. Горет подвинулся и похлопал по... Нагренившейся поверхности стола. Пробравшись через остальных, я села рядом с ним. К нам развернулась расположившаяся неподалеку она. Лия, кипяток. Та-дам, лапшечка. Пытаясь игнорировать сильный химический запах, я сунула пластиковую вилку в рот. Лапша по вкусу была как пережёванная бумага. Но пропудившийся аппетит оказался сильнее. Ну а напомни, а этот проход в подвале охотничьей усадьбы куда вёл? Начавшийся внезапный диалог заставил меня поперхнуться. Шок-контент. Перед глазами всплыл образ Бориса. Последние его минуты. С тобой я был искренним. Хочу, чтобы ты знала это. Опять плакать. Внутри возникло неприятное, щемящее чувство. Я отложила недоеденную порцию в сторону и больше не придрагивалась к ней. Мой взгляд потух, а на сердце стало пусто. А остальной диалог я слушала уже плохо, пребывая глубоко в своих мыслях. В поместье. На втором этаже закрыта библиотека и ещё один зал. В нём и был выход через лестницу в камин. Проход в подвал станут искать в последнюю очередь. На втором этаже это имеет смысл. О некие... Грег предпочитал не спрашивать. Монахи держали парня в нечеловеческих условиях и вспоминать об этом никому не хотелось. Сам Ник толком не рассказал, что происходило с ним в плену. Мы лишь знали, что в день своей пропажи он увидел мистерию. После возвращения он сдрагивал от резких звуков. Заламывал пальцы и косо зирался по сторонам. Казался сломленным. В глазах человека, чьё сознание рассыпается, всегда есть что-то поистине устрашающее. А Грег теперь не мог долго смотреть на Ника и всё чаще отводил взгляд. Да спасибо, что вообще живой. О трещине на луне поговорить никто не хочет? Или она только меня напрягает? Не будем пока нагонять панику, пока не доберёмся до базы. Тыкать пальцем в небо не лучшая стратегия. Кстати, о базе. Когда мы спустились в Сибирь, в кабинете валялось много ампул. На некоторых была надпись... А да. Ранета нашла полезную информацию. Это был один из их проектов. Строго засекреченный. Но Донован говорила, что саворотку разработали уже в Оксфорде. Все вдруг затихли. Свет моргнул в комнате, повисла нервная, отчуждённая атмосфера. Пока не говорите никому о чуром ящике. Вообще никому. Отряд... Отряд понял, что... Что намекал Грег. Каждый молча кивнул, соглашаясь с ним. Новая база тоже не... без секретов. Вдруг на крыше послышались чьи-то шаги. Все задрали головы и напряглись. Звук затих у люка, ведущего к трубам. Кто-то уверенно направлялся к нам без фонаря. Услышав знакомую лёгкую поступь, я расслабилась. Так вот уж так воздушно, мог идти только бессмертный. Все в порядке, это анхия. Из темноты вышел ангел, сморщив носа от неприятного запаха. Она сделала пару шагов назад. На одном из снегоходов замигала красная лампочка. Что это значит? Он разрядился. Еще один. Я была уверена, что выключила его. Видимо, забыл после того, как проверила уровень зарядки. Уже не важно, теперь у нас минус одна машина. Мы с Анной пришли сменить пилионы и анхии. Нужно было дежурить у снегоходов и следить за самочувствием генерала. Надо было хотя бы его куда-нибудь поближе. От снега. Или вагончик. Так, можно и переохлаждение сета. Заработать. Керу увязалась за Грегом, убедив того, что ее помощь может пригодиться. Он знал настоящую причину, но возражать не стал. Еще один генератор забрали для радиостанции. Оставшихся нам едва ли хватит на подзарядку остальных. Грег тяжело выдохнул и сел на корточки. Склонив голову, он невидящим взглядом устоялся на снег. Мужчина делал так каждый раз, когда ему нужно было подумать. Я в замешательстве. Не знаю, что делать. Вам просто не на чем ехать. Вы были на нижних этажах? Что там? Один завален, а на последнем супермаркет. Стоит какая-то развалюха. Осталось что-то из консервов. Развалюха? Ты имеешь в виду машина? В каком она состоянии? Ржавая, колеса спущены. На ней не уехать. А капот? Открыт? Нет, вроде. А что? Если из нее не вытащили аккумулятор, мы сможем использовать его как генератор и зарядить снегоход. Кира, покажи, где вы ее нашли. А вас двоих чуть позже сменим я и... Лестер. Грег поднялся и развернулся, чтобы пойти к станции, когда Кира его остановила. Пока мы здесь одни, вы думаете рассказать остальному о заражении? Заражения пока нет. Мы молчали все это время. Так, зачем наводить панику сейчас? Если бы в принципе лежал не генерал, а кто-то другой, говорила бы она так же. Не факт. Анна, сейчас никто у тебя, Дмитрия, не забирает. Мы только думаем, что делать дальше. Пока проблемы нет, бессмысленно пугать остальных. Голос девушки прозвучал холодно, четко и безапелляционно. Мне стало некомфортно, я почувствовала, как по телу пробежала дрожь. Мы знаем, что парень со станции продержался два дня, так? Значит, генерал либо скоро обратится, либо очнется здоровым. 50 на 50. Из темноты леса вышел бессмертный. Он похлопал нам, не скрывая насмешки. Как некрасиво обманывать своих жертв. Да. Значит, генерал не просто слег о роднении, а все куда интереснее. Я точно видела, как на секунду рука Анны дрогнула. Она без раздумий собиралась выстрелить в демона, но быстро взяла на собой контроль. Кажется, кроме меня, этого никто не заметил. Ее нервы на пределе. Она, что готова любить угу... Она, что готова убить любого, кто представляет угрозу для брата. Да? Я посмотрела бы, да? Рады, что она думалась. Думаю, что ей стоит слить за эмоциями. Посмотрела бы, да? Или он не заслуживает ничего хорошего? Его эхидную улыбку хочет стереть. Ну, просто так. Ну, а если у нас будут такие мысли, чем мы отличаемся от того же пелёна? Чего вы так напряглись? Я никому не скажу. Просто буду держать это в голове. На всякий случай. Уверен, когда-нибудь пригодится. Демон усмехнулся и взлетел. Снежный вихрь накрыл чехлы снегоходов так, что теперь с трудом уже было отличить от настоящих сугробов. Вот тварь. Ему нельзя верить. Он не расскажет, пока у него есть причина вас шантажировать. Ты совсем ничего не понимаешь? Успокойтесь. Пожалуйста. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Сначала нужно разобраться со снегоходом. Если мы не приедем на нужное место завтра вовремя, я не уверен, что у нас получится добраться до базы без потерь. Голос Грега был мягче, чем у генерала. На удивление, это показалось мне хорошим знаком. Это не показалось мне хорошим знаком. Он принимал внимание чужие чувства и отчаянно не хотел быть для других плохим. Это мешало Грегу. Кира, идем. Девушка замялась. Она бросила взгляд на прицеп, а после выпалила, не подумав. Лия, может показать. А я подменю ее здесь. Немного помедлив, она добавила. Ты ведь наверняка не привыкла так долго быть в пути без нормального отдыха. Так, я хочу пойти с Грегом, останусь в Дмитрии. Мне без разницы. Я не знаю, но если мы пойдем с Грегом, ничего страшного. Мне просто интересно, что там будет. Как бы понимаю, что это улучшение, но... Я не против. Отлично. Мы с Грегом тихо спускались по лестнице, а остальные члены отряда уже спали в комнате персонала. Как же здесь темно. Перед нами показалась дыра. Мужчина направил фонарь на нее, свет растворился в темноте. Так и не доходя до какой-либо поверхности. Сможешь перепрыгнуть? Днем я уже перебиралась на другую сторону, но сейчас, когда рядом был Грег, мне вдруг захотелось ответить отрицательно. Сомневаюсь. От усталости ноги еле держат. Ложь далась очень легко, естественно. Так что я сама в нее поверила и ощутила слабость. Хорошо, тогда вот, держи и свети вперед. Забрав фонарь, я послушно направила его на противоположную часть лестницы. В этот же момент Грег взял меня в охапку и, прижав к себе, перепрыгнул дыру. От неожиданности я охнул. Мы приземлились на другой край. Он поставил меня на пол и встал на две ступени ниже, чтобы наши взгляды поравнялись. Тсс, разбудишь остальных? Да, подумать не о том. Обостительно улыбнувшись, Грег коснулся моей руки, забирая фонарь обратно. Дальше еще будут обвалы на лестнице. Нет. Это прощает нам задачу. С наступлением темноты зал супермаркета выглядел зловеще. Треснувшая плитка, полупустые ряды полок, уходящие во мрак и скрипучие звуки ветра за окном. И выбродили тут одни. Нужно было взять с собой кого-то. А остальные были заняты делами поважнее. Поважнее на вас могли напасть. Грег, непонимающе, посмотрел на меня. Он покачал головой и вновь направил фонарь на проход. Мы преодолели уже половину зала. В следующий раз зови меня. И неважно, занят я или нет. Что-нибудь придумаю. Сколько заботы. Один сомнительный рыцарь у меня уже есть. Но что правда, то правда. Я кивнула и указала на обломки, заслонявшие поворот влево. Машина за ними. Взяв фонарик зуба, Грег забрался наверх. Осветив зал по ту сторону и где ничего опасного, он повернулся ко мне. Давай руку. Опевшись на локоть мужчины, я осторожно перебралась через обломки. Грег спрыгнул рядом. Глядя на меня, он ухмыльнулся. Что? Грег поджал губы, чтобы сдержать улыбку. И молча покачал головой. Мол, забудь. Так скажешь или нет? Да, я просто вспомнил, что сестра делала так же. Та самая Эмма. Мне нужно ему рассказать о том, что мы нашли. Но чуть позже. Не сейчас. Когда рядом никого не было, она могла поднять диван одним мизинцем. Но стоило рядом появиться мне или отцу, как она вдруг превращалась в принцессу на горошине. Твои навыки скалолаза тоже куда-то внезапно исчезли. Спалил. Ой-ой. Не понимаю о чем-то. Девочки, учитесь, учитесь. Твои путешествия по крышам никого не оставят равнодушным. Тогда помогал адреналин, а сейчас мне спокойно. Мы покраснели. Правда? Приятно слышать. Кажется, прозвучало как комплиент. Остается надеяться, что машина не простояла тут все три года. Иначе от аккумулятора все равно не будет долго. Может, на ней приехали те два брата? Это будет чудо. Грег открыл капот и осмотрелся. Подержишь? Не могу найти упор. Я встала рядом с Грегом и перехватила крышку капота. Да, тут все в окислых и ржавчине. Придется повозиться. Достав из кармана несколько ключей, мужчина начал ковыряться в машине. Он провозился какое-то время, прежде чем смог открутить первый болт. Разогнувшись, Грег удрученно простонал. Они словно намертво прикручены. Я аж спотел. Надернул ворот кофты, стараясь охладить смокшее тело. Не добившись нужного результата, Грег просто стянул ее, оставшись в одной майке. Айс. Просто шок-контентно. Ладно. Взгляд невольно прошелся по рельефу его тела. Поняв, что мужчина заметил это, я поспешно отвела глаза. Он точно знает, какой эффект производит. Руки не затекли? Можешь отдохнуть? Тогда мы еще дольше тут проводимся. А ты хочешь поскорее уйти? Я этого не говорила. Тогда нет смысла переживать о времени. Отойдя коробкам, он выбрал самую чистую и сложив ее, положил прямо на двигатель. Садись. Так тебе будет удобнее. Идея показалась мне удачной. Я попыталась забраться, но сделать это оказалось не так просто. Заметив мое замешательство, Грег перехватил крышку капота, затем приобнял меня и рывком посадил внутрь. Опуская меня, он наклонился ближе, а я невольно поддалась назад. Мужчина оказался между моих ног. Наши глаза были на одном уровне, но я всячески старалась избежать контакта. Можешь убрать фонарик? Он слепит. Мы с Грегом двинулись одновременно. Я хотела опустить свет, а он отстранится от меня. Наши руки столкнулись, фонарь упал куда-то вниз. Моргнув, свет выключился. Лицо Грега исчезло во мраке, а прикосновение ощущалось отчетливее. Оно было горячим, уверенным и очень живым. А затем исчезло. Ты видел, где он застрял? Сейчас поищу. Я почувствовала, как он вновь передвинулся ближе. Каль зашуршала, и его рука коснулась моего бедра, обшаривая поверхность. Прости. Ничего. Это обыск. Глаза Грега опустился до будоражащей хрипотцы. Он упал за трубки. Я тебя немного подвину, чтобы достать. Грег сжал мою талию обеими руками и, приподняв, сместил в сторону. Так легко, словно я ничего не весело. Открыв доступ к нужному месту, мужчина наклонился и, кажется, попытался подцепить фонарь. Вторую руку он не стал выбирать. Ощущалось это странно, но приятно. Нашел? Он включил его и передал мне, а затем посмотрел на меня теплым и увлакивающим взглядом. Непривычно простым для него. Непонятно, зачем я вдруг направила свет фонаря Грегу прямо в лицо. Возможно, мне показалось, что нужно сделать это прежде, чем что-то произойдет. Осторожно вы это, атакованный светом, без лишних движений, да? Что ты делаешь? Отстранившись, он закрыл свет руками и улыбнулся. Ну все, хватит. Пойман. Неожиданное сближение с Грегом закончилось так же внезапно, как и началось. А остальные болты получилось открутить быстро. Грег задумывается о других, но сегодняшняя ночь будет исключением. Подключив к аккумулятору небольшой прибор, Грег проверил напряжение. Все не так хорошо, как хотелось бы, но лучше, чем ничего. А если гори конкретно, нам с Анной будет на чем ехать завтра? Думаю, да. Не полностью заряженная. Устроившись у стены и накрывшись протертым пледом, найденным кем-то в ящиках, я попыталась уснуть. На меня тоже накатила на ней моя верная усталость, но череда мыслей без конца возвращала меня в сознание. Я не могла перестать вспоминать о породкове, о книге, о ритуале. Если я не посплю, сделаю себе же хуже. Чисто вопло бы я. Ну ладно. Стараясь не думать ни о чем, я откинула голову на стену. Прошла минута, а затем другая, окончательно убедившись в том, что просто так мне не удастся отогнать мучившие меня мысли, я тихо покинула комнату. Грег и Нестер прицепили к люку веревку. Забравшись по ней, я оказалась наедине со звездным небом. Накинув на плечи плед, смахнулась снег с вентиляционной трубы и забралась на нее с ногами. Надо мной раскинулись мерзающие точки, а в самом центре светилась треснувшая луна. Ощущение, что конец пришел не только земле, а целой вселенной. Щелкнув Хис, Хисом я нагнулась над книгой и прочла строчку, которая не давала мне покоя. Когда темное примет светлое, а светлое примет темное, случится должное. Увлекшись, я не заметила, как начала рассуждать слух. Что значит темное и светлое? Может все банальнее и речь тут идет про свет и тьму, дьявола и бога, день и ночь, свет и тьму. Мне кажется, возможно это как-то связано с бессмертными. Мы видим, что у некоторых бессмертных, там у ангелов, так скажем, дьявольские черты. У кого-то наоборот, более светлые. При том, что они там демоны. Свет и тьму. Это должно быть очевидно, но в то же время нигде точно не указывается. Ты одержима, не можешь даже уснуть без нее. Да, читай сказку на ночь себе. Обернувшись, я заметила белые крылья, выпирающие из-за воздуховодного короба. Что ты тут делаешь? А как ты думаешь, охраняя наш... Ваш сладкий сон? Кэн, дела для отряда слишком много. Чего ради? Впрочем, раз он тут, может помочь мне. Кэн, есть ли на небесах разделение? Что ангелы это свет, а демон и тьма? Вполне. Если говорить языком людей, то когда-то был бог, который создал свет и ангелов. И был другой, создавший демонов и тьму. Первого звали Шефа. То, что он написал книгу, он хотел спасти людей? Возможно. А ты знаешь, как появились люди? Кэн затих, когда он вновь заговорил, его голос переменился и стал очужденным. Вас создал Шефа Малу, брат Шефа. Значит, нас создали из тьмы? Для чего? И зачем Шефа оставила людям книгу? Богу не важно, какие создания любить, своих или чужих. Меня пробила дрожь, а отчасти в этом был виноват страны Тон Каина. Голова загудела, и погружаться в мир бессмертных перехотелось. Я переоценила свои силы. Единственное, на что я в тот момент была способна, это хороший сон. Захлопнув книгу, я встала. Мне хочется увидеть Каина. Ну, давайте. Обойдя короб, я заглянула за него, а затем встала рядом. Ангел тихо сидел прямо на заснеженном полу. Концы его перьев промокли и погружились в грязь. А чего посерили? Сам он задрал голову к небу и смотрел на луну, не выражая каких-либо эмоций. Ангел созерцал. Его глаза не горели красно, напротив. Они были напрочь лишены присущего ему азарта и любого интереса в целом. Абсолютно пустой и изнуренный вид. Казалось, если весь мир пойдет прямо сейчас, он не будет против. Каин. Ангел ответил не сразу, не отводя взгляда от неба и не моргая. Лишние два приоткрыл губы. Что? Ты выглядишь очень устала. Он вздохнул, а затем опустил веки. Ветер трепал его волосы. Теперь от него исходило умиротворение. В груди появился едва ощутимый трепет. Схожее чувство посещало меня в церкви. Я села рядом и тоже посмотрела на небо. Какое-то время не происходило ничего. Мы застыли за гипнотизированные холодным ночным видом. Потом ангел повернулся, его взгляд скользнул по моему лицу. Люди так похожи на нас. Нос, губы, глаза. Жалкие подделки. Вот только мы или вы? Его рука поднялась и пальцы дотронулись до моих губ. А чертили нос, убрали пряди со лба. Прикосновение Каина заставило меня застыть. Не отпираясь, я позволяла ангелу касаться себя. Ты не знаешь? Я отрицательно помотала головой. Его руки были холодными, а глаза пустыми. Он оглаживал статую. Творение, символизирующее все человечество. Но никак не меня. Каин был похож на божество. В его голубых глазах отражалась тихая и умиротворяющая водная гладь. Лишь изредка покрывая размеренной рябью, она дарила спокойствие и отгоняла все лишние мысли прочь. Я не испытывала волнения. Мне казалось, что сейчас я и должна быть здесь. И даже если бы он ранил меня, оставил на губе порез или сжав в запястье до синяков, В этом не было ничего кроме процесса. Нет мотива, нет причины, нет эмоций. Лишь повреждение материи. Такой бесполезный и ничтожный по сравнению со всем остальным. Закончив с лицом, Каин дернул за язычок молнии и расстегнул мой ворот. Он опустил взгляд и провел рукой по ключицам. Это прикосновение так сильно отличалось от горячих объятий друга. У него в движениях мелькала страсть, а у ангела ощущалась холодная стерильность. Ни один мускул на его лице не дрогнул при касании моего тела. Каин осматривал человека словно хирург, собирающийся препарировать объект. Возможно, это был скудный интерес к давно изученной вещам, немного отличавшийся от всех остальных в силу определенных обстоятельств. Его рука прошла дальше, а от шеи он привел к животу. Ледяные пальцы подцепили край кофты, затем немного приподнял ее, аголив бок. У вас такое же строение, только тело хрупкое и податливое. Блин, мне напомнило, если я, типа, распарю тебя, я увижу душу, я смогу ее коснуться. Вот, что-то такое же у него происходит в голове. Очертив бедренную косточку, он скользнул ниже к ремню. Дыхание сперло. Ангел потянул пряжку на себя, но прежде чем расстегнуть, бросил на меня пустой взгляд. Кэн следил за реакцией, спрашивая о позволении. Не зная, чего ожидать, я решила отдаться на воле случая. Ремень ослаб, и я услышала звук расходящейся молнии. Он вернул меня сознание. Резко вздохнув, я вцепилась в руку ангела. Погоди, ангел едва заметно склонил голову на бок. Что ты чувствуешь? Внутри меня все горит. Возбуждение. Его взгляд все так же ничего не выражал. Возможно, он пытался вызвать в себе определенные чувства, или проверял, как все устроено у людей. Какие мысли были у него в голове? Он считает нас порочными и похотливыми созданиями? Прости. Кэн убрал руку и отстранился. Перевел взгляд на небо и снова застыл. Ангел опять был не здесь, а значит, и меня для него больше не было. Рядом с Кэном тебя охватило приятное благоговение, но что, черт возьми, это было? А не вопросы. Я не ощущала горечь или обиду, наоборот. Кэн открыл внутри меня необычное, непонятное мне чувство. Оно пульсировало, захлестывало с головой, а после вновь отступала. Встав, я поправила плед и оставив Кэна, медленно пошла к люку. Когда я только нащупала веревку, мне вдруг показалось, что кто-то наблюдает за мной из леса. Присмотреться, оглянуться. Давайте присмотримся. В лесном массиве было невозможно что-либо рассмотреть. Даже если бы сейчас меня изучало сотня пар глаз, я не смогла бы разглядеть ни одну. Но умиротворение природы вокруг успокоило меня. Ничего необычного не происходило. Мне точно нужно поспать. Сцепившись в жесткие нити веревки, я осторожно поползла вниз. Представьте, кто-то поймал радиосигнал все-таки. Мы покинули станцию ранним утром. По лудреме я плохо понимала, сколько мы проехали, прежде чем остановиться. Час, два или куда больше. Держась за Анну, я наблюдала за пролетающими облаками и проносящимися мимо деревьями, смешавшимися в бесконечную темную полосу. По меркам прошлого мира мы пересекли уже несколько стран. А если были... А еле были везде одинаковыми, чисто Россия. Небо становилось все темнее. Я не помнила, когда последний раз мне доводилось слышать дождь. Нормальный, обычный дождь. Прозрачный, вызванный легкой непогодой. Ле, большую часть пути мы проехали. Даже если заглохнем, уже не так страшно. Можем выдохнуть? Наверное, лучше бы Анна этого не говорила. Стоило ей закончить мысль, как снегоходы впереди нас остановились. Не понимая, что происходит, мы затормозили недалеко от остального отряда. Что случилось? Что-то не так. Нас давно уже должны были встретить. Мы даже проехали дальше на значенной точке. Но тут все равно никого. И бессмертные никого не видят. Я попросил Каяна облететь территорию еще раз, а Пеллиона и Анхея проверить дорогу. Нам просто ждать? Так, впереди снега почти нет. Либо нас заберут на машинах, либо мы будем добираться пешком. Эти туписы с базы могли расшифровать координаты неправильно. Нужно прошерстить округу. Не удивлюсь, если они съехали куда-то в лес и теперь ждут нас. Самое чаще. Вряд ли к нам послали бы неопытных ребят, но проверить можно. Анна, Лия, останьтесь у снегоходов. Мы будем держаться друг у друга на виду. Если заметите что-то, дайте знать. Я кивнула, отряд разделился. Одни ушли в лес, другие пошли вперед по дороге. Но совсем скоро отдаляющиеся фигуры скрылись за пеленой дождя. Легкая морозь быстро переросла в сильный ливень. За долгое время я первый раз ощутила себя по-настоящему живой. Расстегнувшись, чтобы почувствовать ветер, я глубоко вдохнула свежий аромат леса и подставила лицо под дождь. Холодные капли окончательно смыли сон и усталость. Вдруг, внутри прошла странная волна. Я не успела осознать происходящее, как мысли спутались. Тело сковала тревога. У меня не получалось с собой совладать. Вспомнив об Ане, я кинулась к снегоходам и подняла чехол. Голова девушки лежала на скрещенных руках. Кажется, она задремала после бессонной ночи, проведенной рядом с болеющим братом. Нужно связаться с остальными. Я потянулась к Ане, чтобы достать из ее кармана рацию, как вдруг рука девушки безвольно соскальнула вниз. Что? Анна? Позади показался кто-то высокий. Дождь размывал черты подходящего. О нет. Вырвав место рации пистолет, я сделала пару шагов назад. Направила дуло в голову у генерала. От холода предательски застучали зубы. Прошедшая по телу дрожь. Нервировала, не давая сфокусироваться на цели. Нужно собраться. Вдохнуть и выдохнуть. Вдох-выдох. Играем в любимых. Я сделала глубокий вдох и выдох. Тело немного успокоилось. За секунду до того, как я спустила курок, мой рот закрыли рукой, а запясть грубо стиснули. После чего вы схватили оружие. Что происходит? Опа. Опа. Чужая рука разжалась, дав мне немного свободы. Оглянувшись, я увидел за собой маску с объявления. Я подняла голову, стараясь разглядеть за каплями, то на что указывал охотник. Отроди. Высоко в небе, над нами кружила Отроди. Когда я опустила взгляд, рядом уже никого не было. Раззираясь по сторонам, я напомнюсь на Лестера. Ты не слышишь? Я зову тебя уже минуту. Вадик смотреть на небо, пойдем. И прячь пистолет, дождь ведь льет. Солдат кричал, иначе его голос просто не было бы слышно. Он разбудил Анну и теперь открывал двери прицепа. Чуть дальше старый склад. Переждем дождь там. Помогите вытащить генерала отсюда. Сунув пистолет в карман, все еще не пришедший в себя Анне, я подлетела к Лестеру. Помогая ему, то и дело бросая взгляды в темноту, вокруг пытаясь понять, было ли все происходящее на вождении. Видимо, дорога меня вымотала. Нужно было нормально спать. Вот так вот. И до суб. Выбив замок, Лестер открыл заржавеющую дверь склада, и мы прошли внутрь. Генерала опустили на обмотанный скотчем стук. К звуку дождя присоединился еще один, едва различимый, надоедливое липкое жужжание, забиравшее под кожу. Лестера одолжил у Анны рацию и затороторил. Мы нашли пустой склад в ста метрах от железной дороги. Здесь можно переждать дождь. Скоро будем. У кого-нибудь есть фонарик? Ни черта не разобрать. Она достала свой, а свет озарил небольшое помещение. Джекпот какой-то, черт. Господи. Двери позади нас хлопнули. Внутрь вошел остальной отряд в сопровождении бессмертных. А ошарашенный увиденным они подошли ближе. Что за? Мы же прервали ритуал. Это должно было закончиться. Мне не по себе. Пожалуйста, давайте скорее заберемся в машину. Где вы оставили прицеп? В машину? Все, что тут, убер разбиты. Пытаясь отвести взгляд от ужасающей картины, Дрек повернулся к нам. Там, в Кувите, еще одна. При нападении она съехала. И ее не заметили. Только сейчас я увидела, что Пелеон придерживает незнакомого мне человека. Его волосы слиплись от крови. Алые дорожки струились в его глаза. Это сделали оккультисты. Опа. Но зачем? Они кричали что-то про демона. Говорили, что надзиратель несет его волю. Что он явится к нам. И все, кто будет ему мешать, умрут в руках. Мужчина коснулся головы и поморщился. На его пальцах осталась липкая красная кровь. Теперь он везде. И мир уже ничто не спасет. Это было последним, что я услышал, прежде чем печатался в руль. Вдруг позади послышался резкий удар. Завалившееся ведро прокатилось по полу и остановилось. Все развернулись, пытаясь определить источник шума. К нам кто-то приближался. Лицо этого человека было хорошо знакомо каждому. Хрустнув. Затекший шею. Он открыл лоза. Такой. Ничего без меня не можете. Как вам новый персонаж? Очень похож на... Какая-то совпадение это? Или, как говорится, я не думаю. Посмотрим. Но он такой симпатный. Хоть у него и, так скажем, есть недостатки на лице. Как вам первая серия второго сезона? Как вам вообще в целом обновление? Мне очень нравится история. Держит в напряжении. Хорошо описан слог. Прям очень круто читается. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал. Так что заскакивайте. Даже не забывайте подписаться на мой ютуб-канал. Можно написать что-нибудь хорошее. Поставить лайк. Ну, а я говорю вам. До скорых встреч. До новых серий. Субтитры сделал DimaTorzok